Уважаемые абоненты, на сегодняшний день более 2,5 миллиарда людей имеют свои аккаунты в социальных сетях. В разных государствах, таких как Китай, Иран и пять штатах США, проводится комплекс МИР по ограничению социальных сетей. Как вы видите, тема социальных сетей очень актуальна в современном мире. И сегодня мы вам докажем, что вреда от социальных сетей больше, чем в пользу. Наша дефиниция – социальные сети. Социальные сети – это платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенный для построения отражения и организации социальных взаимопониманий. Наше время – доказательства. Дамы и господа, как и любая вещь в нашем мире, социальные сети имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Мы не отрицаем существование ни тех, ни других. Наша цель в сегодняшних дебатах – показать, что минусы все-таки перевешивают плюсы, а задача наших оппонентов – доказать обратное. Критерии нашей игры – это здоровье, физическое и психическое, и безопасность. Наши аспекты. С целью доказательства нашей позиции, что социальные сети несут больше вреда, чем пользы, мы рассмотрим сегодняшнюю тему в двух аспектах – здоровье и безопасность. Так вот, первый аргумент, наш первый аргумент первого аспекта. Социальные сети вредят психическому здоровью человека, так как вызывают различные болезни. Например, слабоумие, шизофрения, паранойя и так далее. По данным исследования Университета штата Калифорнии, 24% психических заболеваний связаны с негативным влиянием социальных сетей. Следовательно, мы считаем, что социальные сети несут больше вреда, чем пользы. Также, по данным DSM-4, каждый 20-й ребенок в Южной Корее нуждается в специализированной психомедицинской помощи в связи с зависимостью от социальных сетей. Следовательно, наш второй аргумент первого аспекта. Как мы уже говорили, социальные сети вредят физическому здоровью человека. Они приводят к таким заболеваниям, как ожирение, ухудшение зрения, сердечно-сосудистые заболевания. Длительный малоподвижный образ жизни, спровоцированный социальными сетями, приводит к физической дисфункции организма. То есть, люди, сидя в социальных сетях, пользуясь социальными сетями, больше времени проводят сидя. Они мало двигаются, и это все приводит к дисфункции организма. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, 57% сердечно-сосудистых заболеваний у людей в возрасте от 15 до 45 лет связано с длительным нахождением за компьютером. А так как значительная часть этого времени уходит на социальные сети, мы считаем, что социальные сети приносят больше вреда, чем пользы. Наш второй аспект, как мы уже говорили, это безопасность. Социальные сети ставят под угрозу безопасность личности. По данным Интерпола, за последние три года возросло количество преступлений, совершаемых с помощью социальных сетей. Таких, как кража личных данных, кража банковских счетов, насилие. В различных странах доля преступлений, совершаемых с помощью социальных сетей, варьируется от 5 до 20%. Это очень большая цифра. Следовательно, социальные сети приносят больше вреда, чем пользы. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Ну, у нас возникло все-таки несколько вопросов. Вы говорили о различных болезнях, ожирении и так далее. И можете поподробнее рассказать, как социальные сети развивают эти болезни? То есть ожирение, паранойю и так далее. Ну, социальные сети, они приводят к пассивному образу жизни. И это, в свою очередь, замедляет реакции в организме, которые приводят к таким заболеваниям, как сердечно-сосудистое или ожирение. Хорошо, спасибо. Из этого у нас исходит следующий вопрос. Можно ли сидеть в социальных сетях, не находясь за компьютером? Да, можно сидеть, не заходясь за компьютером. Но, как вы сами сказали, все равно надо сидеть. Все равно сидеть надо. Так что это... В непобежном состоянии. Да. Хорошо. Также вы говорили о безопасности, что многие выставляют банковские счета. Мы не очень сможем, зачем это делать. И мы считаем, мы хотели бы спросить, можно ли ограничить доступ к своей информации. Можно, но всегда найдется то, что эту информацию может... ну, взломать. Хорошо. И также вы говорили о зависимости. Могли бы вы нам показать, сколько человек является зависимым в социальных сетях? Какой-то процент. Ай, я как говорил уже в своей речи, что мы как бы сказали вам пример, что было исследование в Корее, что каждый 20-й ребенок... Хорошо, спасибо. А кто провел эти опросы? ДСМ-4. Это... Я могу вам подробно рассказать. Нет. Скажите, а вот сами люди могут определить свою зависимость? Или что-таки должен делать этот доктор, врачи? Ну, человек... люди, я думаю, могут. Но все-таки они... То есть наркоман, например, может сам осознавать, что он наркоман? Да. Но ему будет это призвало сказать другому. Он сам осознает, но он не хочет этого признавать. Это другое не будет. Господа, я первый игрок команды отрицаний. И наша команда утверждает то, что социальные сети приносят все-таки больше пользы, чем вреда. Наша команда хотела бы сказать то, что да, определено от социальных сетей есть какой-то вред. Но этот вред объясняется тем, что люди не умеют правильно пользоваться многие социальными сетями. И ни в коем случае не из-за самих социальных сетей. Приведем вам простой пример. Вы разожгли костер. Вы хотите вот за него погреться. И вы всунули в него руку и обожглись. Кто здесь виноват? Костер? То, что он вас обжег. Или вы? То, что вы неправильно его использовали. То же самое применимо к социальным сетям. Поэтому наша команда сейчас с помощью опровержения аргументов наших оппонентов и введения своих аргументов попытается вам доказать то, что социальные сети приносят больше пользы, чем вреда. Первый аргумент наших оппонентов был о здоровье. И конкретнее о том, что социальные сети вызывают слабоумие и различные психические заболевания. Однако наша команда хотела бы сказать то, что наоборот, социальные сети избавляют людей от различных психических заболеваний. Также социальные сети предотвращают депрессии. Потому что когда человек заходит в социальную сеть, он может там отвлечься от каких-то своих проблем повседневно. Просто расслабиться, посмотреть какую-то картинку, какую-то нужную ему информацию, пообщаться с друзьями. И это наоборот только улучшает его психологическое состояние. Так вот ученые из технологического университета Массачусетса доказали, что у людей, которые сидят в социальных сетях, замедляется сердечный ритм. Люди из этого успокаиваются, расслабляются. И это приводит к профилактике различных депрессий и других психических заболеваний. Поэтому наша команда считает, что социальные сети здесь наоборот приносят пользу и помогают людям действительно расслабиться и жить полноценной жизнью. Второй аргумент наших оппонентов был тоже о здоровье, о том, что люди из социальных сетей ведут малоподвижный образ жизни. Однако здесь нам хотелось бы сказать, что ничто не стоит на месте. Все идет вперед. Сейчас создано очень много различных гаджетов, например, мобильные телефоны с интернетом, Wi-Fi на улицах во многих странах, когда люди могут взять свой какой-то планшет, телефон, пойти на улицу, дышать свежим воздухом, сидеть в социальных сетях одновременно, например, гулять. Также многие люди, например, из-за чего сидят много в социальных сетях, они открывают, например, свою страничку, уложат телефон в карман, идут гулять с друзьями. Им кто-то написал, они посмотрели то, что вот, например, давайте встретимся. Встретились, пошли гулять. Они на свежем воздухе, они ведут достаточно активный образ жизни, двигаются. Все от этого людям хорошо. Поэтому, опять же, наша команда считает здесь то, что в социальной сети можно использовать и в активном образе жизни. А если уже так утверждать то, что вот малоподвижный образ жизни в социальных сетях люди ведут, то приведем простой пример. Мы сейчас уже играем четвертую игру за сегодняшний день. Мы сидим на наших местах, мало двигаемся, только вот выходим в трибуне сказать свою речь. И что, получается, у нас тоже у всех будут эти заболевания, из-за того, что мы занимаемся дебатками? Наша команда хочет сказать то, что все-таки это не так, и социальные сети приносят все-таки больше пользы для того же здоровья, чем вреда. Второй аргумент наших оппонентов был о безопасности. Наши оппоненты здесь говорили то, что люди выкладывают в социальные сети свою личную информацию, и из этого против них совершают преступление. Однако нам хотелось бы сказать то, что, во-первых, каждый человек сам выбирает, какую информацию он может выкладывать в социальную сеть. Вы можете вставить свою фотографию, не вставить, говорить какую-то информацию о себе, не говорить. Каждый человек сам определяет тот объем информации, который он считает безопасным и оптимальным для своего общения, для своей безопасности. Также можно ограничивать доступ в социальных сетях к своим аккаунтам. То есть человек может поставить, чтобы только его друзья или только его близкие люди видели его страничку, тем самым он ограничивает себя от нежелательных просмотров и от утечки своей информации. Поэтому наша команда считает, что социальные сети здесь при правильном, опять же, использовании не приносят вреда, а приносят только пользу. Теперь нам хотелось бы перейти к нашим собственным аргументам. Первый наш аргумент о том, что социальные сети помогают общаться людям. Да, действительно, в социальных сетях очень быстро и дешево общаться. Люди могут общаться из разных стран. Например, вот мы с вами приехали в этот лагерь, познакомились с многими людьми из разных городов. Как нам потом общаться? Звонить по телефону – это очень дорого и не очень удобно, мы можем ответить человеку. А написать кому-то в социальной сети? Человек зайдет, когда у него будет время, ответит на ваши сообщения. Вы пообщаетесь, все отлично, все довольны. Также это очень хороший вариант для стеснительных людей и людей-социофобов, которые просто в силу каких-то своих психического своего состояния они не могут просто так подойти к человеку, познакомиться и начать с ним общаться. И тут на помощь ему приходят социальные сети. С помощью социальных сетей он может познакомиться с человеком, пообщаться с ним сначала в виртуальном мире, а потом и встретиться вживую. Так, статистика, которая была The Daily Mail, опубликовала, о том, что 60% людей встречаются в реальной жизни с теми, кого первый раз узнали в сети. То есть, да, действительно, люди используют социальную сеть для того, чтобы заводить дальше реальное знакомство, для того, чтобы общаться, развивать свои социальные навыки, для того, чтобы быть полноценными членами общества. Также это очень подходит пожилым людям, которые, например, живут не в крупных городах, а в каких-то деревнях. Их, например, дети, внуки живут далеко от них. Каждый день звонить не очень удобно. А также хочется посмотреть, как выглядит, например, человек, если долго не ездит. Очень много, вот у нас есть такая статистика, 23% всех пожилых людей старше 65 лет, они зарегистрированы в социальных сетях. То есть, да, для них это действительно удобно. Они могут с кем-то пообщаться, если у них не хватает общения. Они могут просто узнать новости каких-то своих близких, люди увидят их фотографии, видеозаписи, узнать, чем они живут, как они живут. И это им действительно помогает. И второй наш контраргумент о том, что социальные сети приносят доход. Здесь, во-первых, хотелось бы сказать о рекламе, а во-вторых, о налогах, которые платят социальные сети. Но это расстроит наш второй игрок. Спасибо за внимание, я готова к вашему вопросу. И вам не кажется, что это приносит им еще больше, да, то есть загубляет это их. И так, какое здоровье будет в таком определенном возрасте? Ну, наша команда считает, что особенно пожилым людям в этом возрасте им намного важнее общение с людьми и внимание. Они действительно понимают то, что им легче будет, например, какие-то действительно иметь проблемы со здоровьем, или с какими-то неудобствами, долго учиться пользоваться социальными сетями, но действительно, что потом иметь общение, общаться с людьми и чувствовать себя одинокими и забытыми. А вы не думаете, что в таком возрасте здоровье, прежде всего, не общение? Нет, мы так не думаем. Мы считаем, что все-таки каждый человек в первую очередь хочет чувствовать себя нужно. А здорово? Ну, мы все-таки считаем, что чувствовать, что ты кому-то необходим, и то, что о тебе заботятся, то, что твое мнение кому-то важно, это главное. А вот вы еще подминали статистику, что какая-то компания, сначала люди общаются в реальном мире, затем в реальном. И вот как могла бы иметь место быть эта статистика? Как вот люди нашли, что люди встретились, они что следили за ними? Ну, проводились опросы у различных людей. Например, спрашивают у человека, которого опрашивают, знакомились вы, например, когда-нибудь с людьми в интернете? Он отвечает, да, знакомились. Я спрашиваю, что вы встречались с ним в реальности? Он отвечает, да. И вот 60% людей ответила, да. Какие областные сидения в соцсетях приносят больше пользы, чем сидения, например, на улице под свежим воздухом? Ну, мы вам говорим о том, что это можно совместить, и это очень хорошо, когда люди это совмещают. Они могут использовать все плюсы социальных сетей, еще находиться на свежем воздухе. И вообще очень много плюсов от социальных сетей. И каким образом еще сидения в соцсетях приносят больше пользы, чем сидения, вот как вы говорили тут, например, на дебатах? Каким образом соцсетях приносят больше пользы? Ну, люди общаются с друг с другом. Вот на дебатах мы тоже общаемся? Ну, некоторым людям неинтересны дебаты. Им интересно общаться с друг с другом в социальных сетях. Знаете, на вкус и цвет товарища нет. Каждый есть свое любви. Спасибо. Спасибо. Наши оппоненты говорят, что чувство необходимости и чувство, что твое мнение, кто-то считает, это куда более важно, чем здоровье. Но, дамы и господа, без жизни, без здоровья не может быть вообще ничего. Поэтому мы все-таки считаем, что здоровье это более приоритетная ценность. И то, что она не может быть сравнена с тем, считает ваше мнение кто-то ценным или нет. Итак, сначала хотел бы восстановить наши аргументы, а потом перейти к аргументам наших оппонентов. Итак, первый аргумент был о психическом здоровье. Дамы и господа, мы привели статистику, как люди страдают зависимостью, как дети из Кореи страдают зависимостью. Хотелось бы дополнить эту статистику тем, что в 2007 году 1043 человека были специально обучены на должности людей, которые борются с последствиями зависимости от социальных сетей. Также было открыто 190 специальных здравоохранительных учреждений, которые борются с данной проблемой. Вы видите, что проблема действительно актуальна, и что страны, государства, стран видят вред. Но наши оппоненты все-таки считают, что его можно просто так отрицать. Дальше. Наши оппоненты говорили, что если пользоваться соцсетями правильно, то никакого вреда не будет. Но дамы и господа, они не привели статистику, сколько люди в среднем сидят за соцсетями. Конечно, мы не отрицаем, что если сидеть в соцсетях по минут 10-20 в день, то это не причинит никакого вреда. Но статистика показывает обратное. Дамы и господа, из 6 часов в день, которые человек проводит за компьютером, он 3 часа проводит в сети интернет, и 2 часа из этих трех проводит в социальных сетях. И, дамы и господа, это значительно превышает те 20 минут, которые человеку действительно необходимы при правильном использовании. И так как это информация по среднему человеку, мы считаем, что все-таки большинство, это подтверждает то, что большинство все-таки пользуется этими сетями сверхмерой, которая им нужна. Также, дамы и господа, Чикагский университет доказал, что человек не может понять, когда он переходит грань между нормальным использованием соцсетей и зависимостью. Он понимает это только спустя какое-то время. И получается, что они также доказали, что социальные сети действительно приводят к зависимости, и они говорят, что люди становятся зависимы даже более, чем от табака и алкоголя. Дамы и господа, далее о физическом здоровье. Наши клиенты говорили, что мы проводим и так время, как сидячий образ жизни. Но я хотел бы подчеркнуть, что мы проводим время в сидячем положении, потому что нам это нужно, потому что мы приехали сюда, например, чтобы занять первое место. И получается, что мы нуждаемся в чем-то, и мы жертвуем чем-то, чтобы получить это первое место. Но, дамы и господа, люди, которые... Мы говорили вам уже, что 20 минут достаточно для того, чтобы полностью пообщаться. Но люди тратят свое здоровье еще, чтобы пообщаться час сорок, исходя из этой средней статистики. И это уже напрасно. Они напрасно тратят свое здоровье. И то есть этот вред не оправдывает ту пользу, которую мы получаем. Дамы и господа, далее. О безопасности. Наши оппоненты затронули только один аспект этого аргумента. О том, что крадутся личные данные. Они говорили, что их можно скрыть. Но, дамы и господа, любой, даже хакер-новичок, может сломать те данные, которые закрыты просто настройками приватности. Но они никак не опровергли те факты, которые мы привели. То, что существует предоносное программное обеспечение, которое крадет действительно пароли, банковские счета и так далее. И мы также представили, что от 5 до 20% всех преступлений в мире совершаются в соцсетях. То есть они не могут отрицать проблему безопасности. А то, что соцсети предоставляют такую огромную платформу и огромную возможность для преступников совершать свои злые деяния, это уже является вредом. То есть мы можем сказать, что вред огромен. И со стороны здоровья, и со стороны безопасности людям. Но какую же пользу представили наши оппоненты? Они сказали, что это дает людям общение. Но, дамы и господа, что они называют общением? Общение – это когда человек распознает язык тела, язык жестов. Они общаются, они слышат интонацию, слышат выражение лица, видят выражение лица. Но в социальных сетях максимум, чем можно выразить это выражение лица – это смайлики. Что ничего практически не делает общение виртуально, виртуальное общение реальным. А человеку нужно удовлетворять именно нужду в реальном общении. И дальше. Та группа людей, которые общаются с людьми из разных стран – это ничтожно маленькая группа. И мы считаем, что вред приносится всем людям. Пользу, например, сестительным людям или людям, которые вообще не могут общаться просто реально. Это слишком маленькая группа, и мы не можем говорить о том, что эта маленькая польза может перевесить такой большой вред. А о доходах мы хотели бы сказать, что компания тратит, например, в Америке 280 миллиардов долларов каждый год на блокировку социальных сетей. И о каком доходе мы тут можем говорить, дамы и господа. Следовательно, при этом социальных сетей приносит гораздо больше вреда, чем в пользу. Спасибо за внимание. Возникло несколько вопросов. Первый из них – можно ли украсть банковские счета в реальной жизни без использования социальных сетей? Социальные сети предоставляют более удобную возможность, потому что вредоношные опоры работают на тем, чтобы украсть ваши банковские счета или другую личную информацию. Можно я отвечу? Можно ли украсть в реальной жизни без использования социальных сетей? Реальная жизнь предоставляет меньшую возможность для кражи таких вещей, как банковский счет. Спасибо. Скажите, то, что нет эмоций в социальных сетях – это единственный минус общения? Именно общение, чем социальные сетей? Нет, не единственный. А приведите тогда, пожалуйста, еще минусы по сравнению с реальным общением и через социальные сети. Вот конкретно, ну, самих там переписки, слов. Просто дело даже в подсознательном уровне. Когда человек говорит слово «общение», что он подразумевает? Он подразумевает встретиться с другом, поговорить с ним, сходить куда-нибудь, не знаю, пообщаться. Но, как бы, если вы подразумеваете слово «общение» как в социальных сетях, то это еще больше подразумевает вред и проблему того, который социальные сети несут. Еще вот вопрос. Вы говорили о том, что социофобы, различные такие люди – это очень маленький процент. То есть вы не считаете, что если социальные сети помогают хотя бы этой маленькой группе людей, они уже несут пользу? Хорошо, они несут пользу, но давайте задумаемся о сегодняшней резолюции. То, что социальные сети несут больше вреда, чем в пользу. Понимаете? Они несут пользу для маленькой группы, но вреда они несут, во-первых, всем, и, во-вторых, здоровье – это более важно, чем, например, то, что вы говорите в мнении. Вы все-таки согласны с тем, что для вреда сети это в пользу? Кстати говоря, если кто-то не пробует общаться реально, если кто-то не пробует заводить друзей реально, он никогда не научится, как бы он ни пытался это сделать через социальные сети. Социальные сети отучивают людей от различных социальных навыков. Спасибо. Еще вопрос. Каждый человек может позволить себе установить на своем компьютере различные антивирусы? Наверное, да. И эти антивирусы защищают компьютер от вирусов? Хорошо. Всегда найдется вирус, который обойдет антивирус и паразит ваш компьютер. Спасибо большое. И последний вопрос. Вот вы говорили, что многим людям их мнение получается, ну, то, что другие о них подумают, там, или забота о этих людях важнее, чем здоровье. А вы скажите, вам первое место важнее, чем здоровье? Конечно же, нет. Спасибо. У нас больше нет. Спасибо. Спасибо. Команда «Трицание». И сегодня я попытаюсь, я донесу вам мысль нашей команды о том, что социальные сети приносят больше пользы, чем вреда. Сначала я хотела бы ответить на слова наших оппонентов. Сначала они сказали про то, что люди становятся зависимыми от социальных сетей. Да, мы не отрицаем, есть такие люди. Но вместе с тем прогресс не стоит на месте и разрабатываются программы тайм-контроллеры. Так, существуют программы Windows List и Касперский интернет-секьюрити. Уже встроен этот тайм-контроллер. Также Google заявила о начале работы первой в мире социальной сети, которая помогает таким людям. То есть мы опять же видим, что социальные сети замечают это и помогают с этим бороться. Во-вторых, они сказали про то, что люди проводят слишком много времени. Но вместе с тем мы утверждаем, что люди могут зайти в свой аккаунт в интернете и с телефона. И, допустим, положив телефон в карман, пойти гулять. Они будут влиять на статистику, увеличивая ее. Но тем самым, фактически, они-то не общаются в этой интернет-сети. По поводу того, что они говорят, что проводится очень много времени в сидячем положении. Мы уже сказали, что существует Wi-Fi. Люди могут свободно, сидя на скамечке в парке, либо гуляя по городу, сидя также в социальных сетях. Так, например, в Киеве есть свободный Wi-Fi. По поводу взлома личных данных мы можем сказать, что существуют антивирусы. Несмотря что также разрабатываются вирусы, в тот же момент начинаются работы над разработкой антивирусов. То есть, опять же, происходит борьба добра со злом, но, как всегда, как в сказке, добро побеждает. Во-вторых, они сказали, что социофобы, больные, пожилые люди – это лишь маленькое число людей от общего количества всех жителей Земли, которые пользуются социальными сетями. Однако, если мы не будем защищать их, следить за тем, чтобы они также общались, ведь социофобы, они как раз-таки боятся этого языка жестов, языка мимики. А социальные сети им помогают, наконец-таки, насладиться общением. Ведь человек – это существо общественное. Вот, тяжелые люди желают знать о том, как их дети, что с ними происходит. Такое часто случается, что люди уезжают на работу в другие страны, и их родители остаются фактически без сведений о них. Они беспокоятся, это также влияет на их здоровье. А если социальные сети есть, они узнают о том, что вот, их ребенок заходил онлайн, значит, он жив, значит, он здоров, значит, у них повышается настроение, значит, улучшается здоровье. И, значит, социальные сети приносят больше пользы, чем вреда. По поводу нашего второго контраргумента о доходах, я могу сказать о том, что, во-первых, в социальных сетях размещается реклама, которая помогает раскручиваться только начинающим фирмам, у которых нету достаточных доходов, чтобы крутить свою рекламу по телевизору, либо размещать плакаты на улицах, либо раздавать флайры. У них нету денег, они идут в социальные сети, раскручиваются и после, допустим, могут убрать свою рекламу с этого сайта. По поводу того, что это приносит доход, поскольку собираются налоги из социальных сетей. Так, Фейсбук в этом году должен будет заплатить налог от 15 до 20 тысяч долларов в государственную казну, что улучшит состояние экономики страны, то есть, опять же, социальная сеть принесет пользу, и поэтому наша команда считает, что она смогла донести вам, что социальные сети приносят все-таки больше пользы, чем вреда. Спасибо. Тайм-контроли можно отключить самому? Нет, не считаю, они не отключаются. Допустим, родители могут остановить их на компьютере ребенка, и ребенок не может отключить, так как там родители ставят пароль и отключить невозможно ребенка. Хорошо. Он же не знает пароль. Хорошо. А какой процент пользуется этими гаджетами тайм-контроли? У нас нету точных данных, но я привела вам пример, что они распространены и уже встраиваются в операционные программы компьютеров. Но мы не знаем, насколько они распространены. Может, это лишь на процент? Может, это совсем ничего не значит? Я не могу привести вам статистики, извините. Не считаете ли вы, что новые антивирусы изготавливаются потому, что вирусы разрабатываются быстрее? Они взламывают эти антивирусы. Вы понимаете? Нет, почему? Да, я понимаю. Ну, это как ответственно. Да, я считаю. А зачем тогда антивирусы, если они не будут обезвреживать вирусы? Поэтому у нас постоянно и расширяется спектр антивирусов, потому что создаются новые вирусы. Мы не можем остановить людей, которые используют свои гениальные способности в программировании во зло человечеству. Но социальные сети, опять же, на них не влияют. Хорошо. Насколько мала группа людей, которые пользуются социальными сетями по нужде? Ну, по нужде, социальными сетями пользуются все. Поскольку они хотят общаться, что, опять же, приносит им пользу. К тому же ученые установили, что, сидя в интернете, они получают такое же удовольствие, как смотря на пейзажи. То есть они получают удовольствие улучшать свое здоровье. Опять же, плюсы. Мы видим одни плюсы. Да, и наступили плюсы. Большое спасибо. Аплодисменты, жюри и оппоненты. Сегодняшняя задача нашей команды, это было доказать, что социальные сети приносят больше вреда, чем пользы. И в ходе сегодняшней игры было выделено несколько точек столкновения. Одной из них является здоровье. Без здоровья нельзя говорить о социальном мнении людей. Если у человека есть здоровье, то он не сможет реализовать себя в обществе. Здоровье носится так, что наши оппоненты говорили, что здоровье, что польза от общения дается только маленькой социальной группе людей. Это такие люди, как социофобы, которые живут в разных странах. Но здоровье носится вред, поэтому вред перевешивает пользу. И также наши оппоненты говорили, что сидение на скамейке в парке, в социальной сети, приносит больше пользы, чем сидение, например, дома. Но тут никакой разницы не видим. И также наши оппоненты говорили, что если сидеть правильно, то социальные сети не нанесут вред. Но статистика говорит, что 57% всех сердечно-сосудистых заболеваний люди приобретают в возрасте от 15 до 45 лет вследствие негативного влияния социальной сети. И также, как говорил наш первый игрок, каждый пациент и ребенок в Корее нуждается в госпитализации из-за негативного влияния социальных сетей. Также следующей точкой с направлением была безопасность. Наши оппоненты утверждали, что можно скрыть информацию. Однако, любой камер может с легкостью получить эту информацию. И согласно статистике Интерпол говорит, что 5-20% всех преступлений совершаются в соцсетях. И почему тогда вирусы продолжают эти преступления совершаться, если так успешно работают антивирусы? А вот почему. Потому что они не работают. И, как говорит статистика, 280 миллиардов долларов в год тратят больницы, чтобы вылечить людей из-за негативного влияния соцсетей. И из-за компаний, которые блокируют доступ к соцсетям на работах. Также следующей точкой с наклонением было общение. Наши оппоненты говорили, что можно общаться с разными людьми. Но мы не знаем, кто сидит под толстой многрана. Это могут быть и гандиты, и которые могут с легкостью следить за доверие и совершить противозаконное действие. Таким образом, социальные сети приносят вред всем, а пользы приносят только маленькие социальные группы. Следовательно, социальные сети приносят больше вреда, чем пользы. Надеюсь, наши документы были более весомые. Всего за внимание. Спасибо большое, Лиза. Женщине служил ключ от пояса верности. В наше время пароль от странички в социальной сети. Михаил Задорнов. На самом деле, в 21-м году мы все должны двигаться вперед, привыкать к новшеству. В социальной сети и есть те самые новшества. Сегодня наша команда хочет доказать и действительно доказывает то, что на протяжении всех раундов мы видим, что социальные сети приносят больше пользы, чем вреда. Цель нашей команды все-таки показать, что пользы много больше. Мы не отрицаем то, что есть вред. Но, тем не менее, в моей речи я покажу вам, что польза действительно есть, и она значительно сильнее видна. Итак, первая точка столкновения была все-таки о здоровье. Наши оппоненты говорили о различных болезнях, таких как паранойя, оширение, даже рак приводит. Но, как мы и сказали, что это все происходит не от социальных сетей, а от неправильного использования их. И мы все-таки считаем, что скорее можно поверить, что эти статистики о раке скорее приводят к курению, от всяких вредных привычек, чем от социальных сетей. Это звучит действительно абсурдно. И мы предложили, показали вам хорошую статистику о том, что социальные сети уменьшают стресс, депрессию. И действительно человек чувствует себя намного лучше. Единственный абумент, который можно считать значительным, это неподвижное состояние. Но, опять же, мы предлагаем альтернативы и предлагаем вам плюсы и пользу социальных сетей. В том, что это новшества, вай-фай на улице, планшеты. То есть не надо сидеть обязательно за компьютерным экраном и неподвижным состоянием. Мы сидим на дебатах ради победы, в социальных сетях ради общения. То есть это, опять же, удобно, быстро. Мы доказываем то, что социальные сети приносят намного больше пользы, чем вреда. Следующая наша точка столкновения по удобстве общения. И здесь хотелось бы поговорить о том меньшинстве, как говорят наши оппоненты, что оно не так значительно. О людях втеснительных, социофобах. Мы все-таки доказали вам то, что 60% людей, которые общались в социальных сетях, в социальных сетях общаются и в реальной жизни. Единственным возможным минусом здесь является то, что в социальных сетях мы не используем эмоции. Но как нам иначе общаться, делиться информацией? Общение в социальных сетях приносит только плюсы. Так как это быстро и удобно. И вернувшись к примеру о социофобах, наши оппоненты говорили о том, что люди должны пробовать общаться. Но давайте представим, если у человека есть такая проблема, как, например, у него есть аллергия на апельсины. То есть ему надо пробовать их кушать, чтобы, возможно, как-то ему это понравилось. Мы считаем, что этого делать не стоит. И третьим, наша точка вспомогновения была о безопасности. Наши оппоненты говорили о том, что много информации, люди делятся информацией банковскими счетами. Но разве в реальной жизни мы не можем узнать те же банковские счета? Мы считаем, что в реальной жизни происходят те же самые проблемы. Если есть какой-то вред, то он действительно незначительный, так как пользы намного больше. Мы можем ограничить круг общения, мы можем сами решить, какую информацию показывать, а какую скрывать. И в конце концов мы не должны забывать о том, что здесь существует свобода выбора человека. Каждый человек сам решает, что ему делать, какую информацию выставлять, какую нет. Возможно, ему хочется выставить свой банковский счет, чтобы показать, сколько у него денег. Поэтому мы считаем, что социальные сети показывают, доставляют нам только пользу, чем вреда. И в заключении хотелось бы сказать, что всегда приходится чем-то жертвовать. И мы согласны с тем, что действительно есть вред, но со временем он исчезает. И пользы намного больше. Если выбирать из двух зол, то всегда стоит выбирать на меньшую. Поэтому я считаю, что сегодня наша команда доказала то, что социальные сети приносят больше пользы, чем вреда. Спасибо.